СОВЕТСКОГО СОЮЗА С Японии в 20 веке, наверное, это очень сложная задача, поскольку так или иначе мы должны обратиться к истории, к русско-японской войне 1904-1905 годов. Ведь что тогда происходило? Япония была страной восходящего солнца, она действительно тогда промышленно восходила, используя ресурсы западных держав, свои близкие отношения с Англией, которая дала возможность Японии вооружиться. В том числе поставляла значительные финансовые ресурсы. Япония в тот период была недооценена еще нашим императорским правительством Николаем II, из-за чего, собственно, и произошло наше поражение во многом в русско-японской войне. Хотя, как сегодня некоторые специалисты говорят, если бы война продолжилась еще дольше, то Япония бы сдалась. Она не смогла бы выдержать напряжение этой войны, потому что ресурсы России, людские, материальные, они были намного больше, чем Япония. У нас была тогда революция. Во многом, который японцами, спецслужбами поддерживался, им было это выгодно. Мы понесли поражение и потеряли на тот период аренду Порт-Артура, Доляне, Южно-Манджурскую железную дорогу, потеряли свое влияние в Корее. И, конечно, что самое, наверное, обидное, это Южный Сахалин, из-за чего графа Витта, председателя тогда нашего правительства, который заключал Порт-Манский договор, стали называть графом полусахалинским. Конечно, у нас осталась вот эта жгучая обида на японцев, но потом она как бы отошла в сторону. Почему? Потому что, когда у нас свершилась революция и гражданская война, японцы, которые были тогда на стороне Антанта, они не только отхватили у Германии колонии в Китае, они затвердились там, несмотря на возражения Китая, затвердились, да, и высадились непосредственно на нашем Дальнем Востоке. 150 тысяч японских войск было в нашем Приморье и в целом на Дальнем Востоке. Это огромная группировка, больше, чем у американцев, намного. Японцы там проводили действительно оккупационную политику, ну, грубо говоря, грабили, да, то есть если что-то плохо лежит, они тащили к себе. Были и наши коллаборационисты, которых потом японцы приютили, в частности, атаман Семенов, который, по некоторым сведениям, готов был за финансовую помощь, за оружие, ну, продать свою родину, грубо говоря, отдать японцам и там, и Сахалин весь, да, и Камчатку, и Приморье. Такие тоже были, да. Потом японцы взяли его себе, да, и он содержался под их крылом. Но мы вышибли все-таки японцев в 1922 году. Освободили Владивосток, японцы были выжданы признать, потому что это наши, да, не трогайте. Но остались и на Южном Сахалине, у них были концессии. Концессии на Южном Сахалине, нефтяные, рыбные промыслы. Мы как-то с японцами старались тогда, ну, поддерживать дружественные связи, но до определенного момента. Вот когда Япония решила, что она ущемленная страна в Первой мировой войне, стала проводить милитаризацию своей экономики. То есть в власти пришли фактически милитаристы, ну, а если по-честному говорить, это вот реальная, да, фашисты. У них было превосходство японской расы. Япония должна править на Востоке и господствовать, да, учить другие народы. Филиппинцев, малайцев, китайцев, да. Что это, как не фашизм? Что это, как не расовый террория? Поэтому они стали сближаться с Германией. И в 1936 году между Германией и Японией был заключен антикомитерский пакт, к которому потом Италия присоединилась. И потом возникло вот это три партии, пакт, что называется, да, пакт трех держав — Германия, Италия, Япония. И они стали делить сферы интересов. То есть Германия — это Европа, Италия — это район Средиземного моря, Африка, а Япония — это Великая Восточная Азия, где Япония должна править. Что касается Советского Союза, ну, до Урала. Вот с Востока до Урала — это японская сфера влияния, с Запада до Урала — это германская. В конце концов, вот так они стали делить мир. И Япония, она, конечно, пыталась, да, и были такие очень серьезные намерения захватить наш Дальний Восток, Сибирь, и разрабатываются определенные планы. И особенно они стали актубальными для Японии, когда вот в 1931-1932 году Япония захватила Манчжурию и образовала там марионеточное государство Манчжио-Го во главе с Пуи. То есть это были марионетки, которые японцы использовали, в частности, в своей армии. Дальше в 1937 году Япония повела широкомасштабное наступление на Китай. Единственное, кто тогда противостоял вот этой японской агрессии в Китае, это были наши, наша страна. Вообще, мы первые вступили в борьбу с нацизмом. Об этом сегодня на Западе почему-то забывают. Они говорят только о пакте Риббентропа-Молотова, а забывают о том, что они сдали Испанию, а мы Испанию защищали. О том, что они сдали Австрию, Чехословакию, мы готовы были прийти на помощь. В Китае, в конце концов, а в Китае воевали наши летчики, были военные специалисты. Мы отнесли там большие потери, кстати говоря, авиация. Но мы фактически нанесли поражение японской авиации. Это сегодня признано Китаем, это все. То есть наши летчики, добровольцы, были герои Советского Союза, сбивали японские самолеты, бомбили японские аэродромы. То есть оказали неоценимую помощь Китаю. Ну и, конечно, тоже себе, потому что здесь, мы считали, проходит передовой форпост, фронт против вот этого милитаризма и агрессии. И в конце концов, когда начались уже вот эти события, дальнейшая агрессия Японии, она стала выбирать северное направление. То есть были события на озере Хасан в 1938 году с тяжелыми потерями, но мы отбили японцев. Дальше японцы стали опять прощупывать наши силы. Мы уже на территории Монголии. С Монголией у нас был договор о взаимопомощи. Там был наш стрелковый корпус размещен непосредственно в Монголии, который мы обязались, то что будем охранять территорию Монголии как свою собственную. Это всем было понятно. Но японцы специально хотели провести вот эту провокацию. Было специально отдано распоряжение непосредственно фронтовым командирам непосредственно перед Монголией. Железная дорога продвинутая, чтобы прощупать наберение Советского Союза, как он будет обороняться, а по возможности через Монголию выйти к нашему Забайкалью, перерезать нашу транссибирскую дорогу и оказать тем самым давление на нас, чтобы мы пошли на японские условия, и возможно на Соединенные Штаты Америки. Вот посмотрите, мы японцы. Вот не трогай нас. И в конце концов, это Сибирь, Дальний Восток, это ресурсы, которые нужны были Японии для войны. И вот здесь, когда на Халкинголии мы отбили японскую атаку, окружили их группировку мощнейшую, японцы там потеряли десятки тысяч человек, они потом трупы собирали своих солдат после военных действий. Это было для них шоком. Наряду с заключением тогда советско-германского договора, это было шоком для японского правительства. То есть им под Халкинголом понесли поражение, плюс Германия, их союзник, с Советским Союзом заключили договор. Это события, которые практически привели к отставке японского правительства. Он ушел в отставку из вот этих событий. Это поразительно. И когда дальше в японских штабах стали разрабатываться дальнейшие планы, у них стали брать после Халкингола вверх все-таки те люди, которые в Японии думали о наступлении на южном направлении. То есть против колонии Голландии, Великобритании, против Соединенных Штатов Америки. Но было понятно, что японцы просто так от нас не отстанут. То есть у них, и наша разведка об этом знала, там в Зорге работал, то что, безусловно, были сильнее еще те военные, это армейские прежде всего военные, не моряки, а армейцы, которые считали, что первый удар Япония должна нанести против Советского Союза. И там была мощнейшая группировка, миллионная квантунская армия, Манджири, которая угрожала нашим границам. Что делать в этом отношении? Но в конце концов, все-таки, да, и наша сила, и наша группировка, которая на Дальнем Востоке находилась, события на Халкинголе, все-таки понудили Японию в апреле 41-го года заключить с нами пакт о нейтралитете. Это не гарантировало нас от войны с Японией. Но, тем не менее, хоть что-то мы с Японией заключили. Как показала практика, действительно, это не гарантировало. Потому что в Японии стал разрабатываться вот этот план знаменитой Канте-Куэн. Особые маневры квантунской армии, которые предусматривали, ну, такую, знаете, стратегию спелой хурмы. То есть Советский Союз, который несет поражение в войне с Германией, он упадет как спелая хурма, и Япония его подхватит. То есть, грубо говоря, после того, как немцы займут Москву, Япония выступает на наших границах, да, и захватывает Дальний Восток, Сибирь, и выходит туда уже дальше, на запад страны. И мы вынуждены были всю Великую Отечественную войну содержать там, ой, огромная группировка войск, вот наши на Дальнем Востоке. Это от 15 до 30 процентов всех наших вооруженных сил, которые были тогда в Советском Союзе. Шутка сказать, во время Московской битвы танков на Дальнем Востоке, наших танков советских, было даже больше, чем участвовало в полосе Западного фронта в контрнаступлении под Москвой. Вот такие факты. А это ведь силы, ресурсы, они как бы хорошо помогли бы нам во время контрнаступления под Москвой, во время Сталинградской битвы. А во время Сталинградской битвы японский посол Берлини Асима, да, он был на Советско-Германском фронте, немцы ему показывали, вот мы сейчас Сталинград, Кавказ возьмем, потом возьмем Москву, давайте японцы поскорее выступайте. Асима думал. И когда окончательно мы немцев переломили под Сталинградом, у японцев здесь уже все, да, то есть выступать не стоит, да, Советский Союз, он переломил ход войны. Тем не менее, Япония все это время совершала провокации на границе, топила наши суда, осматривала суда, ведь один из основных грузопотоков по Лент-Лизу шел из Соединенных Штатов Америки через Тихий океан в наши Дальневосточные порты. Японцы их задерживают. Как это так, да, это все нарушало договор о нейтралитете, наше соглашение. И понятно то, что дальше мы терпеть такое не могли. Тем более, то, что Рузвельт, вот что самое интересное, попросил помощи в войне с Японией у Сталина сразу после нападения Японии на Перл-Харбор. Он обратился к Сталину и сказал, ну не поможете, да, не откроете там второй фронт против Японии. Сталин сказал, ну как вот, немцы еще под Москвой, около 40 километров мы не можем, нам надо Германию прежде всего разгромить. Ну, Рузвельт потом в беседе со своими помощниками говорил, да, и с членами Госдепа о том, что да, ну, мы, конечно, сожалеем о таком решении России, но если я был на месте Сталина, я поступил точно так же, да, то есть надо было выиграть войну. Тем не менее, в Тегеране, когда уже произошла Курская битва, на Тегеранской конференции, Сталин сделал устное заявление о том, что после поражения Германии Советский Союз поможет союзникам. И для американцев это было очень важно тогда, потому что они понимали, ведется война на Тихом океане, очень тяжелая. Ведь Япония, когда начала наступать в южном направлении, наступала очень успешно. Ну, мало сказать, что фактически большая часть американского флота, слава богу, для американцев не авианосного, а линкоры, крейсера, было потоплено в Перл-Харбурге. Дальше Филиппины, дальше Сингапур, капитуляция английского гарнизона, все это вот на глазах. Японцы выходили уже к Австралии, что дальше? Но вот тогда американцы смогли переломить в 1942 году отход войны, да, или, по крайней мере, задержать японцев у Гуадалканала в районе, вот скажем, вот этих островов, и остановить вот это японское продвижение. Но ничего бы у американцев, конечно, не получилось, да, если бы, конечно, не наши успехи на Восточном фронте. И Рузвельт прекрасно понимал, главное — это советский германский фронт. Германия ферст. А то, что вот Япония, да, воюет с Китаем, то, что Япония держит группировку против Советского Союза, то, что необходимо, прежде всего, разгромить Германию, это все выполнял Советский Союз. Так, основную задачу. И Рузвельт это прекрасно понимал. И ему страшно нужна была поддержка Советского Союза. И когда Сталин завиел в Тегеране, для него это была большая радость. Потом уже американские военные стали рассчитывать, а сколько американцы потеряют, если будут штурмовать саму метрополию, да, то есть японские основные острова. Более миллиона человек погибшими, они считали, и война продлится либо до 1946, либо до 1947 года. И наше заявление в начале в Тегеране, а потом в Ялте уже секретное соглашение было, то, что мы вступим в войну в Японии спустя 2-3 месяца после окончания войны в Европе. Для американцев это была мама небесная, да, то есть они понимали то, что да, конец войны виден, Советский Союз поможет. И мы выполнили свои обещания. Еще в мае 1945 года, еще война даже не окончилась, мы начали перебрасывать свои сильные группировки на Дальний Восток. Одновременно отремонтировали, где это возможно, Транссибирскую магистраль. 400 тысяч человек западно на Восток переместилось. Более 2000 танков. Авиационные дивизии туда перелетели. И мы создали вот эту мощную группировку против Квантунской армии. Это три фронта. Забайкальский, командующий Малиновский. Первый, дальновосточный, это Мерецков. Второй, дальновосточный, Пуркаев. Всего более полутора миллионов человек. Около пяти тысяч танков. Причем опытных войск, которые воевали с Германией. Вот здесь надо отметить, что когда было создано главное командование в нашем вооруженной силе на Дальнем Востоке, маршал Василевский возглавил, прославленный наш полководец, начальник генерального штаба. А в недалеком прошлом его специально назначили командовать. Потому что он имел опыт командования группы фронтов на советско-германском фронте. Но вот он столкнулся с такой ситуацией. Ведь наши войска на Дальнем Востоке всю войну там простояли. Отражали вот эти диверсии японские. Но они рвались в бой. Им хотелось. Их не посылали. Часто они заявления командира писали. Пошли ты меня на советско-германский фронт. Мы отказывались. Ты здесь нужен. Но они думали, вот наконец война. И вот я буду командовать дивизией либо полком. А часто их заменяли. Более опытных, которые имели опыт советско-германской войны, ставили на командование полком, дивизией. Как это так? Многие просто не понимали. То есть для них это была огромная обида. Но с другой стороны это все-таки верно, наверное, было со стороны нашего команды. Ты имеешь опыт. Ты знаешь, как более сильного врага громить Германию. Ты знаешь, как действовать в нестандартной обстановке. Ты понюхал пор. Ты в Кураже определенный. Ведь они с орденами все приезжали, с медалями. Если посмотреть на наших солдат, матросов. Они победители. А что тут Япония? Сейчас мы ее дадим. В этом отношении это, наверное, было правильно. Но, к сожалению, для многих, кто был на Дальнем Востоке все это время, это была горькая, конечно, обида. И здесь была подготовлена манчжурская стратегическая операция, которая была, конечно, великолепной. И в плане подготовки ее, и в проведении ее до сих пор изучают, например, в Испойте, в Академии. А в других военных академиях, как образец быстро проведенной операции на гигантские клещи окружения, когда противник терпит поражение буквально за несколько дней. Конечно, нашим фронтам приходилось преодолевать самые сложные условия ландшафта. Ведь это степь, пустыня, полупустыня, горы, болото, тайга. Это все на одном театре военных действий. И здесь надо было уметь, умело преодолевать и местность, и форты, которые построила Япония на нашей границе. Там несколько укрепленных районов было построено, которые мы должны были преодолевать. И поэтому было принято решение начать наступление без артиллерийской подготовки, для того, чтобы это было неожиданно для японцев. Если говорить о внешнеполитическом факторе того времени, была еще 26 июля 1945 года под Сдаме, подписанная Англией, Америкой и Китаем, так называемой подсдамской декларацией, где предъявлялась фактически ультиматум Японии. Сдавайтесь, либо мы вас разгромим. Сдать вооружение, осудить военных преступников. Советский Союз позднее присоединился к этой декларации, когда объявил войну Японии. И вот здесь складывалась следующая ситуация, когда на время подсдамской конференции Трумэн подошел к Сталину и сказал, что у нас есть такое оружие, невиданное ранее разрушительной мощи, мы его испытали, и посмотрел на реакцию Сталина. Сталин никак не пререагировал. Но это для Трумэна. А потом-то он, конечно, встретился и с Молотом, и с Берией, и сказал, что «побыстрее наш атомный проект», поскольку американцы уже испытали, это ясно. И вот здесь для американцев настал момент истины. Вот у них есть атомная бомба. Незадолго до подсдамской конференции они испытали. И было принято решение сбросить их на японские города. Это одно из самых страшных решений, которое было принято вообще в мировой истории. Тем самым была открыта вот эта ядерная эра и возможность ведения ядерной войны, которая способна, теперь мы знаем, уничтожить все человечество. Американцы могли бы, как некоторые историки сегодня говорят, и правильно, сброситесь, уж испытали, на какой-то необитаемый остров, а потом показать, смотрите, что будет. Но они намеренно это сбросили на японские города, в которых жило огромное количество ни в чем, не повинных жителей, дети, женщины. И эффект от этих ядерных бомбардировок был для японцев какой? Для того, чтобы показать прежде всего Советскому Союзу. Как Трумэн говорил, вот теперь у нас есть дубинка для этих русских парней. То есть показать Советскому Союзу, что с ним будет, если он не будет следовать фарватере замыслов Соединенных Штатов Америки, не уступит где-то. То есть это была дубинка прежде всего для Советского Союза, не для Японии. И когда вот 6 августа на Хиросиму, 9 августа на Нагасати были сброшены вот эти атомные бомбы, потери, мы знаем сегодня, от 200 тысяч, и более, это только вот в начале вот этих ядерного взрыва, сколько от радиации тогда погибло. Некоторые насчитывают полумиллиона и больше от различных болезней. Но американцы рассчитывали на военный эффект. Но на самом деле, если смотреть на документы американского командования, частности, разведки ВВС, которая исследовала эффект от этих ядерных взрывов, они четко, в черном побилу, там написано о том, что именно ядерные вот эти удары не оказали решающего воздействия на решение японского правительства на капитуляцию. Лишь после вступления в войну Советского Союза 9 августа, после объявления войны Японии, мы вступили в войну 9 августа. Именно вот этот эффект оказал решающее значение. Действительно, большинство населения Японии не знало об этом, об этих ядерных взрывах фактически. А императорское правительство тоже не знало этого эффекта. Но когда Советский Союз вступил в войну, и вот до 14 августа мы прошли на некоторых направлениях навстречу друг друга за Байкальский фронт и 1-й Дальневосточный, 400 километров, преодолевая вот эти холмы, Хинган большой, подтаскивая эти танки, невероятные усилия. Шутка ли сказать, не хватало уже горючего. И необходимо продвигаться вперед. Создавали танковую группу, сливали весь бензин в эти танки и двигали вперед. И самолетами потом уже подбрасывали горючее, что как можно быстрее продвигаться. Для японцев это полная неожиданность. И когда 14 августа императорское правительство все-таки вынуждено было объявить о капитуляции, войска, манчжурская группировка, квантунской армии, более миллионной группировки этот приказ не поступил. То есть продолжали сражаться. И было специальное заявление нашего генштаба, что мы продолжаем боевые действия, поскольку не капитулирует пока японская армия. И до 19 августа мы вели эти наступательные бои, продвинулись на 600 и более километров. Высадили десанты в Дарине, в Харбине, то есть, чтобы японцы не могли отвезти свои группировки на метрополию. Мы помогали тем самым американцам. В Северной Корее. Начали потом уже операции на Южном Сахалине, прорывая Кантонский рубеж, и на Курильских островах. И надо сказать, что условия, которые мы поставили перед союзниками, наше вступление в войну, это было возвращение нам Южного Сахалина, аренды в Порт-Артуре и передачи Курильских островов. Американцы, англичане, да-да, конечно, никаких возражений. И понятно то, что мы возвращали свое, да, и мы помогали, прежде всего, союзникам и Китаю, да, потому что китайцы, есть документы сегодня Министерством обороны, которые опубликованы на сайте Министерства обороны, они говорят о том, как торжественно нас китайцы встречали цветами, да, забрасывали, благодарности писали, причем это не коммунисты, да, это официальное гаминдановское правительство, то, что вы освободители, и это действительно была армия освободителей, которая в считанные дни разгромила вот эту огромную группировку японскую и принесла победу, да, до сих пор, да, в Китае, помнят, причем у них есть специальные передачи исторические, которые этому посвящены, что творили японцы, в Китае, это и резня, это изнасилование, да, это истязание, да, и как это все, это, это, это те шрамы, которые никогда, наверное, не зарубтусуются вот в китайской истории, и они нас встречали с большой благодарностью, и мы, конечно, вывели потом войска из Китая, но дальше там пошла уже гражданская война между коммунистами, гаминданом, в которой победили коммунисты в 49-м году. Вот японцы сегодня полагают, что якобы это их острова, да, историческим якобы принадлежат, но давайте посмотрим, еще с 17-18 века эти острова первыми начали осваивать именно русские путешественники. Вообще, Япония на тот период, даже вот северный самый остров, основной остров японской митрополии Хоккайдо, он не был занят целиком и полностью под властью императорского правительства. То есть север Хоккайдо, там жили Айны, на Курильских островах то же самое, которые японцы потом, как говорится, ассимилировали. На самом деле, они просто их подавляли, да, и насильственно, да, ассимилировали. И вот здесь, когда в 18-19 веке были договоры между Россией и Японией, это 55-й, 1855-й, потом 75-й год, мы по причинам тогда, зависящим прежде всего от внешнеполитической ситуации, либо Крымская война у нас шла в 55-м году, либо другим, мы разделились с Японией, часть Курильских островов вначале нам принадлежала, потом мы Японии отдали, а весь Сахалин отошел нам. Но потом была русско-японская война. Японцы оторвали от нас Южный Сахалин, тем самым, фактически, это международное правило. Действуешь предыдущих договоров, тем самым, они попрали, и они уже не действовали. То есть мы имели самое свободное и международное правило, историческое право, и все аргументы исторические на самом деле сегодня принадлежат России по поводу обладания Курильскими островами. И когда союзники, они же согласились, это была коалиционная борьба, и мы выступали на стороне антигитлерской коалиции, были главой антигитлерской коалиции, и эти Курильские острова все признали, что это наши острова, но дальше началась холодная война. Вот Сан-Франциский договор. Вот Сан-Франциский договор. Япония отказывается от всех островов, но не в пользу Советского Союза, вот значит, Курил, а просто так. Как это так? Тем более, Япония тогда игнорировала и Китай, по сути дела, и Соединенные Штаты Америки. Как мы можем, без Китая подписывать какие-то договоры? А где Китай? А где его права? А где возмещение, в конце концов, ему всего того, что нанесла ему Япония? И вот здесь японцы ссылаются на декларацию 1956 года, которую Хрущев подписал тогда с японцем. Ну да. Мы готовы тогда, по мнению Хрущева, но на самом деле, мне кажется, это глупость огромная с его стороны. Отдать были два острова Южно-Курильской гриды. Японцы вначале как бы согласились, а потом на американцы на них надавили. Нет, берите у русских четыре острова. Японцы, четыре нам дайте. Ну, ребята, вы что? Тогда ничего. И все. То есть все. Вопрос закрыт. Мы предлагали, вы не хотели, все. Дальше вопрос, да, разбирается в плоскости международной. Хотите международные, вот межсоюзнические соглашения, вот Сан-Франциско, вы отказываетесь, что вы еще хотите. Если вы что-то еще хотите, да, ну, это ваше право, да, ваши хотелки. Есть международное право, есть наше право победителя во Второй мировой войне, есть историческое право, мы первые начали осваивать эти острова. Если хотите торговать, ну, пожалуйста, давайте какие-то совместные, да, проекты разрабатывать. Японцы ссылаются сегодня на отсутствие мирного договора. Ну и что? Что тут такого? У нас состояние войны было прекращено по совместным соглашениям, да, у нас торговля и в советское время, да и в российское уже время, новое время, очень широкое, да. Япония занимала, вообще, второе место во внешнеторговом обороте из капиталистических стран Советским Союзом. Разве этому мешало отсутствие мирного договора? Да никак нет. У нас есть дипломатические миссии, у нас есть культурные связи, да, у нас есть связи с теми историками, ну, прежде всего, с здравыми японскими историками, которые прекрасно понимают, что Япония натворила во Второй мировой войне, и сегодня, кстати говоря, Япония, по сути дела, еще оккупирована американскими войсками, да, там есть американские базы, ну, вот, давайте вы вначале с американцами-то разберитесь в конце концов, да, а мы готовы, да, сотрудничать с вами, торговать, да, вести культурные связи, это очень важно, потому что это очень значимо для нас, да, и великая японская культура, и великая российская культура, это все очень важно для нас и для будущих связей, но я думаю, что сколько бы ни хотели японцы островов Курильской, никогда они, конечно, их не получат.